Музыка Положение с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжает оставаться очень напряженным. Растет количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и продолжает расти количество детей, которые гибнут и получают ранения в дорожных авариях. Что касается нашего Сланцевского района, то летний период 2014 года нам также принес 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых было ранено 5 детей. Все эти дорожные аварии произошли при некоторых нарушениях правил дорожного движения, допущенных в том числе и самими детьми. Дети у нас в какой-то мере еще не умеют применять на практике те знания правил дорожного движения, полученные ими дома, в образовательных учреждениях. И волей или невольно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. В связи с началом нового учебного года традиционно проводится всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в том числе и на территории нашего Сланцевского района. Проводится оно уже началось 25 августа и будет проходить по 10 сентября. В эти дни госавтоинспекция настоятельно еще раз обращается к родителям, к водителям и к самим детям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Родителям советуем не пожалеть нескольких минут, уделить внимание маршрутам безопасных передвижений детей к образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования. Водителей просим быть осторожными при подъездах к образовательным учреждениям, снижать скорость перед пешеходными переходами, уступать дорогу пешеходам, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Ну и самим детям быть внимательными и не забывать о соблюдении правил дорожного движения. Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что сейчас проводятся и будут продолжаться в дальнейшем мероприятия по выявлению нарушений правил перевозки детей. Напомню о том, что до 12 лет, согласно правил дорожного движения, все дети в автомобилях должны находиться в детских удерживающих устройствах. И из-за отсутствия такого детского кресла предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Штрафы достаточно значительные, поэтому проще купить кресло, чем неоднократно платить такие штрафы. Как уже неоднократно мы говорили, в первую очередь родители должны беспокоить безопасность детей. Не сам факт уплаты или неуплаты штрафа, а позаботиться необходимо о безопасности своих детей. Поэтому такие мероприятия мы будем продолжать и в дальнейшем проводить. Хочу сказать, чтобы родители были готовы к таким проверкам. Продолжение следует...